Здравствуйте! На библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы. Почему Христос говорил о смирении, а Сам разгонял продающих и покупающих в храме? Ну, потому что это было проявлением Его смирения. Вы знаете, у нас существует абсолютно неверное представление о том, что такое смирение. К сожалению, вот в общем таком непонятно народном представлении смирение – это когда ты сидишь тише воды ниже травы и ни во что не вмешиваешься. И ничто это тебя не касается. Вот сиди, молись, там себе постись и никуда не лезь. Вот такое вот якобы. Это якобы и будет смирением. На самом деле это неправда. Смирение вовсе не об этом. Смирение – это о том, чтобы себя не считать чем-то, чем ты не являешься. Подчеркиваю, не считать себя плохим, не считать себя слабым, не считать себя некомпетентным. А не считать себя тем, чем ты не являешься. Если ты профессор математики, то считать, что ты знаешь математику недостаточно хорошо, не будет проявлением смирения, а будет проявлением какой-то психической болезни. Или проявлением какой-то психологической проблемы. Истинным смирением всегда и во всех вопросах является четкое понимание границ того, кем ты на самом деле являешься и на что ты на самом деле способен. Учитель должен идти и преподавать, потому что он на это призван и имеет соответствующее образование. Если ты не имеешь соответствующего образования, ты не должен идти и преподавать детям. Точно так же, как если ты не обладаешь медицинскими образованиями, соответствующими компетенциями именно в данной области, не стоит, смирением будет четкое понимание границ своей компетентности. Если ты терапевт, не надо лезть в хирургию. Если ты проктолог, не занимайся лечением уха, горла, носа. А если ты, наоборот, специалист в области уха, горла, носа, не надо заниматься урологией. И в этом будет смирение. Но сказать о том, что я не должен заниматься тем, чем ты должен заниматься, это будет, еще раз говорю, не смирение, а свидетельством каких-то неправильного, неадекватного понимания. Господь наш Иисус Христос был Богом и человеком. И в этом состояло его смирение. То, что он, будучи Богом, стал человеком. Не переставая быть Богом. И поэтому его смирением было четкое понимание того, что он Бог. И он об этом прямо говорил. Если я вдруг заявлю о том, что я Бог, это будет проявлением крайней гордыни, потому что я Богом не являюсь. Но если я вдруг скажу, что я не умею писать, хотя я умею писать, это будет признаком, еще раз говорю, психического расстройства. И поэтому, если мы отвечаем просто на вопросы, говорим о смирении Христа, то он поступал абсолютно смиренно. Он сам себя смирил до того, что стал человеком. А если мы говорим о нашем смирении, то еще раз говорю, наше смирение проявляется в четком понимании того, кем мы являемся, на что мы призваны и на что мы на самом деле способны. В этом и будет наше смирение. А все остальное будет не смирением, а гордыней только наоборот. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.